Приятно чувствовать себя сильным, вдохновенным, но, к сожалению, не многие могут похвастаться таким состоянием. Те кошмарные условия, в которых мы живем, не располагают к тому, чтобы быть сильным. Экология плохая, стрессы, нервные перенапряжения – все это делает часто нас очень слабыми. Ну, ослабеть телом – это еще полбеды. Гораздо страшнее, если мы ослабеем духом и душой. Александр Суворов говорил, что на войне побеждает тот, кто сильнее духом. Это действительно так. Но как не ослабеть духом и душой? Что для этого надо сделать? Какой рецепт для того, чтобы быть сильным духом? Давайте послушаем об этом апостола Павла Эстарса. Прочитаем несколько слов из Священного Писания. Будем читать из послания апостола Павла к евреям из 12 главы, начиная с начала этой главы, первые три стиха. Павел пишет. «Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». «Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание». Апостол Павел пишет наставления, рекомендации, пытается вдохновить, поднять как-то дух, дать еще новый импульс жизненной энергии для своих соотечественников, для всех читателей, потому что трудно бывает в жизни. Он писал в те времена, когда было христианам очень нелегко. А, собственно, когда христианам было легко, настоящим христианам? Всегда было нелегко. И во времена Средневековья, и во времена Реформации, а сейчас, разве сейчас намного легче, разве сегодня мы не нуждаемся в таком же ободрении, не нуждаемся в наставлении апостола? Как актуально звучат сегодня эти слова? Они тоже призывают нас к тому, чтобы мы подумали, помыслили и не ослабели, не изнемогли. Знаете, когда я смотрю на маленьких детей, я просто радуюсь и удивляюсь. Смотрю там полгодика малышу, может быть, около годика, сколько энергии, сколько силы у него. Он прыгает, не уставая, невозможно остановить такого маленького человека. Где-то к 40 годам, я смотрю, уже совсем другая картина. Люди уже не прыгают, уже они как-то степенные, такие уравновешенные, понимают, но силы хватает. А уже вот после 80, я смотрю, совсем другая картина. Человек двигается очень медленно, осторожно, часто приходится останавливаться, отдыхать. Нет силы. Силы ослабевают. Но это силы тела. Силы плоти ослабевают. Действительно, мы ослабеваем. А почему, собственно, мы ослабеваем? В чем дело? Неужели Бог задумал нас такими, чтобы мы вот как бы короткое время могли прожить и потом вот ослабеть и снизойти в персть и все, и исчезнуть? Наверное, не так было. Сегодня человек очень напоминает мне такую батарейку заряженную. Сначала очень сильный такой заряд, ну, поработал некоторое время, слабее, 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 потом выдохся, все, нету. А ведь вначале не так было. Вначале человек был создан таким образом, что он имел, ну, современным языком говоря, подключение к бесконечному источнику энергии. Первый человек, Адам и Ева, они находились в Эдемском саду не просто в райских условиях. Самое важное, что было тогда, это то, что они имели вот этот непосредственный контакт с Богом и питались от Него. И поэтому они могли и не умирать бесконечно долго. Если бы они не согрешили, не вкусили от запретного плода, не приступили заповедь, не ввели грех, то они бы постоянно жили. Не было бы конца просто, потому что это подключение к источнику, который имеет бесконечное количество сил, мощи. Это уже не батарейка в таком состоянии, это инструмент, источник включенный. И поэтому хорошо жить в таком состоянии, но человеку захотелось быть самостоятельным, отрезать себя от источника энергии. Сделал это. И вот мы с вами теперь переживаем и слабеем, и изнемогаем, и часто изнемогаем. Ну, в отношении плоти, я же говорю, это еще полбеды, если человек слабеет и изнемогает плотью. Неприятно, плохо, но все-таки не так плохо, как тогда, когда человек слабеет духом, душой. Не напрасно, говорят, вот еще Суворов выдвинул такой тезис, что в войне побеждает тот, кто сильнее духом. Не тот, у кого больше сил, оружие, а тот, у кого дух крепче и сильнее. И так всегда, собственно. Мы постоянно видим, что только те, которые действительно сильны духом, они способны преодолевать все эти трудности, проблемы, преодолевать различные искушения. Они способны побеждать. Наука побеждать как раз зависит прежде всего от духовного состояния. И если нет этого духовного состояния, правильного, высокого, крепкого, мощного, сильного духовного состояния, то ничего не помогает. Но, к сожалению, и духовное состояние иногда падает. Я вспоминаю ветхозаветные истории, скажем, вот как было с Израилем. Израиль, как нация, вышел из египетского плена. Они видели чудеса Божьи. Они были вдохновлены той силой, которую Бог явил. Они были, ну, по-настоящему сильны. Они производили, наверное, самое яркое впечатление на все народы, которые смотрели на них, на египтян. Они выходили с победой. Но очень быстро случилось так, что месяц, полтора месяца всего прошло, и они ослабели. Они изнемогли. В пустыне. Что случилось? Конечно, есть объективные какие-то причины, но есть и время. Знаете, вообще время всегда работает против нас. Когда начинаем мы что-то, мы имеем вдохновение, силы, но проходит время, особенно если это длительное время идет, месяц, другой, третий, и люди как-то теряют этот энтузиазм. Уходят от вот этого высокого накала страстей, который был в начале. И из-за этого они начинают слабеть. Израиль ослабел. И, собственно, что случилось из-за этой слабости? Из-за того, что он ослабел, начинается грех, начинаются преступления, начинаются неправильные действия их. И в результате они вынуждены 40 лет ходить по пустыне. Там, где можно было за два месяца пройти, они 40 лет идут. Ну, это результат фактически ослабевания. Результат того, что кто-то неправильно думает, неправильно поступает. Это не только с Израилем, так и отдельные люди. Это не в отношении всей нации происходит. В отношении отдельных людей тоже происходит примерно такая же картина. Вспомните Петра. Такой могучий человек, такой сильный человек. Как он ловит рыбу, как он выступает вперед, какие он проявляет, ну, буквально яркие чудеса посвященности Христу. И потом вдруг он начинает отрекаться перед служанкой. И это что, разве это страх? Ну, ведь на самом деле это был не страх в полном смысле этого слова. Да, конечно, может быть, он чего-то испугался, но для такого человека, как Петр, это был не страх. Это было что-то другое. А другое это было то, что у него ослабело доверие Христу. Он так верил Христу, что Христос – это Мессия, что это тот, который поведет их. Он полностью отдался, он оставил семью, оставил все, что у него было, работу, все оставил, пошел за Христом. И вдруг такое разочарование. Христос стоит перед Пилатом, беспомощный. Он не может ответить ничего первосвященникам. Воины хватают его, как простого человека, связывают, ведут. Вот, посмотрите, ну эта картина как-то совершенно не вписывается в то, что ожидает Петр. И вот это разочарование, вот это падение, внутреннее падение веры привело, собственно, Петра к тому, что начинает там перед служанкой, перед воинами, перед стражниками отрекаться. На самом деле, тогда, когда мы слабеем, когда мы допускаем ошибки, то проблема не во внешних даже обстоятельствах. Да, внешние обстоятельства очень давят на нас. И весь кошмар, который вокруг нас, все эти условия жизни, которые заставляют нас как-то сжиматься, заставляют нас напрягаться, заставляют нас искать где-то силы, все эти условия жизни, конечно же, влияют на то, что мы слабеем. И наступают минуты, когда мы слабеем. Из-за разных причин можем слабеть. Но в корне всех этих явлений лежит слабость веры. Ослабевает вера. Даже у самых лучших представителей и то вера может ослабеть. Конечно, кажется, что от христианей, которые уже отдали себя Христу, которые посвятили себя Богу, они же не могут никак ослабеть. Они должны быть все время крепкими, сильными. Победа, победители. Мы провозглашаем это, Христос победитель. Все в порядке. Но жизни, оказывается, что мы по-прежнему находимся в этой динамической связи с Иисусом. И эта связь может укрепиться, может ослабеть. И наступают моменты, когда, к сожалению, она ослабеет. Даже такой великий человек, как Илья, вспомните. Это человек, который может быть образцом силы. Человек, который повелевает дождю. Человек, который низводит огонь с неба. Который убивает 400 пророков Ааловых. Который так смело перед царем выступает. И посмотрите, сразу после этого, после такой великой победы на Кормиле, буквально сразу после этого ему сообщают, что вот жена Иезавель, жена царя, пообещала убить его, и он ослабел. Но это же не страх на самом деле. Это как раз и есть результат того, что часто вера наша не в состоянии быть все время в напряжении, она начинает слабеть. Мы переводим взгляд с Бога на внешние обстоятельства. Мы начинаем больше обращать внимание на то, что творится вокруг. Мы сосредотачиваемся на всех этих условиях, страшных условиях, которые живут вокруг нас, давят вокруг нас. И поэтому мы теряем вот эту связь, вот эту ту ниточку, которая позволяет нам постоянно находиться в силе. И потеряв эту ниточку, мы слабеем. Но апостол Павел не осуждает тех, которые ослабели. А он предлагает средства, рецепт от слабости. Он, собственно, говорит, если вы хотите не ослабеть, если вы хотите подняться из слабости, из немощи, то есть средства. И он пишет так. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников. И если вы помыслите об этом, то оказывается, это рецепт для того, чтобы быть сильнее, чтобы уйти от слабости. Казалось бы, это какой-то слабый рецепт. Нам хотелось бы иметь такую таблетку от слабости. Принял таблетку и все. А здесь другой рецепт, другая процедура должна быть. Вообще, я должен сказать, что так, когда человек слабеет и изнемогает, ему очень трудно подняться. Слабость и немощь – это как воронка, которая втягивает. Человек начинает жалеть себя. Человек начинает сожалевать, вот как плохо, как трудно. И вот эта саможалость, вот эти эмоции, когда человек сосредотачивается на эмоциях, они ввергают его в еще большую слабость. Если мы мыслим о себе в минуту слабости, если мы мыслим об обстоятельствах в минуту слабости, если мы размышляем об условиях, когда нам плохо, когда мы слабы, то мы не выберемся из этого состояния. Это не тот путь, не та технология. Есть, оказывается, совершенно другой путь. Надо помыслить об Иисусе Христе. Казалось бы, так просто, так легко, а вместе с тем это так сложно. Помыслить о претерпевшем – такое над собой поругание от грешников. Я вспоминаю, как несколько путников, идущих в ИМАУС, друзья Иисуса, как они мыслили о том, что произошло в пасхальные дни того года, когда Иисус был распят. Вы хорошо знаете эту историю. Они идут и размышляют. Они, в общем-то, правильно делают. Они как будто бы поступают так, как рекомендует апостол Павел. Они размышляют о том, что произошло, почему произошло это. Но в их размышлениях сила не появляется. Они по-прежнему в недоумении, они по-прежнему в расстройстве, они буквально в коллапсе, внутреннем духовном коллапсе. Почему так? А потому что не хватало, оказывается, Слова Божьего. Тогда, когда Иисус приблизился и стал рассказывать этим же ученикам о событиях, которые они хорошо знают, но уже с точки зрения в свете Писания, вот тогда ученики получили инструмент для того, чтобы правильно мыслить. Правильно мыслить – это, во-первых, конечно же, знать информацию. Мы не можем мыслить, если мы ничего не знаем. Но, к сожалению, информация сама по себе, она ничего не дает хорошего для размышления. Ну, а сегодня вообще информация только плохое дает. Это сегодня вообще известный факт, потому что сегодня информация в основном обманывает, а не предлагает свет. Но без информации, без того, чтобы помнить и знать, что произошло с Иисусом, дальше двинуться нельзя. Первый шаг для того, чтобы размышлять об Иисусе – это надо поразмышлять, вспомнить, представить себе, проанализировать то, что с ним действительно произошло в те страшные дни, пасхальные дни, когда Иисуса взяли, когда Его повели к первосвященникам, когда Он предстал на суд, когда Он не отвечал на обвинения и ответил только одно – когда первосвященник заклинал Его и спросил Его под заклятием, то есть уже в такой ситуации, когда человек обязан ответить по правилам того древнего мира, если кто-то произносил заклятие, то человек уже должен был ответить правду и только правду, и обязательно уже ответить, сказать. Иисус отвечает первосвященнику и говорит, что да, действительно, ты правильно говоришь – я Христос, Сын Бога Живого. И это, собственно, и послужило обвинением Иисусу. И Синедрион предал Его смерти именно за то, что Он является Сыном Божьим, за то, что Он объявил Себя таковым, потому что в их представлении Сыном Божьим никто из людей быть не может. Тот, кто делает себя Богом, тот богохульствует, поэтому это абсолютно невозможно. У людей была концепция, у них была философия, была теория, что нельзя, чтобы появился кто-то, кто представляет истинного Бога здесь на Земле в человеческой плоти. Оказывается, у Бога это возможно. Бог действует выше всех наших концепций. Часто очень наши взгляды, наши предрассудки, предрасположенности или доктрины наши, они препятствуют увидеть реальные действия Божии. Бог часто действует, разрушая все обычные человеческие, такие, может быть, правильные даже взгляды и понимания. И в этот раз тоже так Бог действовал. Бог пришел в человеческой плоти, Он стал как один из нас. И это как раз та информация, которая крайне необходима для того, чтобы правильно понимать себя и правильно понимать, где источник силы. Тогда, когда мы говорим об Иисусе Христе как пришедшем от Бога, Он действительно становится начальником веры. Не напрасно здесь апостол Павел в этом именно контексте упоминает о том, что если мы хотим не ослабеть, если мы хотим не изнемочь, то нам надо взирать на Христа страдающего и подчеркивать, как на начальника веры. Начальник и совершитель нашей веры. То есть от Него идет начало нашей веры. От Него совершается вера. И тогда, когда мы размышляем об этом, только тогда мы можем действительно вдруг, внезапно пережить вот этот феномен веры. Вообще вера – это очень странное понятие. Часто веру путают с самовнушением. Думают, что веру можно искусственно в себе возбудить. Вот говорят, ты вот веруй, вот только веруй, что вот будет то, то и то, будешь здоров, например, и ты будешь действительно здоров. Собственно, об этом говорят не только христиане, об этом говорят и светские исследователи, и всякие представители разных других традиций, не только христианских. Но веру как таковую возбудить в себе человек не может. Он может тысячу раз повторить, я верю, 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 что я здоров, но все равно веры нет. Вера не приходит от повторения, вера не приходит от самовнушения. Вера – это совсем другой феномен. Вера возникает вдруг, спонтанно. Вера возникает часто непонятно откуда. Она есть Божие действие в ответ на согласие человека. Это не только от Бога, не только от человека, но это вместе – и от Бога, и от человека. И для того, чтобы вера появилась, собственно, необходимо со стороны человека сделать просто несколько нужных шагов и ждать. Очень часто для того, чтобы возникла вера, вера то ли в исцеление, вера в Иисуса Христа, вера в какое-то действие, для того, чтобы возникла эта вера, недостаточно даже какие-то предыдущие опытные переживания, недостаточно, может быть, только знаний. Для этого иногда надо просто умолкнуть, надо просто замолчать, надо просто перестать прилагать какие-то усилия, надо проявить полную слабость. Часто очень Бог хочет, чтобы мы доверились Ему, испытали вот эту слабость в надежде, которую мы часто полагаем на человеческие средства. Потому что мы в слабости прибегаем не только к Богу или, во-первых, не к Богу. Чаще всего, когда мы слабеем, мы начинаем прибегать к каким-то обычным земным средствам укрепления. То ли начинаем зарядку делать, закаляться, то ли, может быть, транквилизаторы пить или чего-нибудь еще делать, или занимаемся какими-то духовными упражнениями. А по сути, надо, может быть, просто остановиться и позволить Иисусу Христу возбудить в нас вот этот феномен веры. Разрешите Иисусу Христу действительно войти в нашу жизнь, посмотреть на Него, почитать о Нем. Но почитать не просто как о событии, которое когда-то произошло, а почитать с точки зрения Священного Писания. То есть попытаться проникнуть вглубь этого события. Что означает смерть Иисуса Христа? Ведь невинных людей, которые погибали в тот год, когда умер Христос в Иерусалиме, было много. Он был не единственной невинной жертвой, невинной. Тогда наверняка было во время этих гонений на иудеев, во время иудейской войны, тысячи людей погибали совершенно невинно. Они не заслуживали смерти, как и Христос. Но смерть Христа принципиально отличается от смерти всех тех невинных жертв, которых было и до Христа, и во время Христа, и на сегодняшний день, сколько невинных людей гибнет. Но смерть Христа отличается. И отличается богословски, отличается прежде всего тем, что смерть Христа – это добровольный акт. Это добровольный акт, который был сделан им для того, чтобы взять грех мира на себя. Вот в чем самый главный смысл смерти Христа. Он берет на себя грех всего человечества. Он отождествляется с людьми для того, чтобы умереть как человек. И делает он это не потому, что его просили. Он делает это не потому, что кто-то там заявление написал, или люди действительно понимали, что это надо. А он делает это до того, как мы об этом подумали даже. Он делает это предварительно. Он делает это по любви. Вот в этом, собственно, самое главное, что составляет смысл жертвы Христа. Это жертву милостивления по любви. И это как раз размышление заставляет нас совершенно иначе взглянуть на себя. Эти размышления дают нам силу, потому что, если мы действительно это понимаем и принимаем, то тогда жертва Христа начинает каким-то невероятным образом действовать и в нашем сердце. И появляются эти силы. И не знаешь, откуда они появляются. И вроде ничего не сделал, а вдруг появляется. И снова мы понимаем, для чего жить. И снова мы понимаем, как можно послужить Господу. И снова есть вдохновение для труда. Тогда, когда мы сосредотачиваемся на страдающем Иисусе. Страдающий Иисус – это источник действительно нашей силы. Это то, что может нас поддержать, то, что нас может вдохновить. Причем вдохновить прежде всего, еще раз подчеркиваю, для души нашей. Вот здесь как раз апостол Павел так и говорит, что, чтобы не ослабеть душами, а не телами. Душой не ослабеть. А это, на самом деле, самое главное. Только тогда, когда мы сильны, мы можем преодолеть грех. Только тогда, когда мы сильны, мы можем преодолеть всякие искушения. Мы можем подняться над внешними обстоятельствами. Мы можем увидеть дальше, чем наш горизонт. А для этого надо посмотреть с точки зрения Иисуса. Надо соединиться с Ним. Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы на вам не из ним очень ослабеть душами вашими. Исайя в своей книге очень поэтически как-то заметил, что ослабевают и юноши, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Это заявление сделано пророчески. Это заявление сделано потому, что Исайя видел того, кого мы с вами сегодня уже видим на кресте. Именно сила в страдающем Иисусе дает возможность подняться, дает возможность стать твердо и идти вперед. И дал бы Господь, чтобы в это время, когда мы будем участвовать в Вечере Святой, чтобы мы получили дополнительный импульс силы. Мы, которые когда-то были отрезаны от источника силы и вернулись к этому источнику через Иисуса Христа, должны вновь и вновь освежать нашу связь с этим источником для того, чтобы быть крепкими, сильными и плодоносными. Дал бы Господь делать нам это. Аминь. Помолимся Господу. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрят, кто радуется вместе с нами. Благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, некоторые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...